Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим решение неравенств методом интервала. Итак, дано неравенство х-1 на х-3 больше 0. Ну что мы делаем первое? Каждую скобку мы приравниваем к 0. Так, х-1 равно 0 или х-3 равно 0. Отсюда х равняется 1 и х равняется 3. Как мы получили? Мы перенесли с противоположным знаком в противоположную сторону. Теперь мы чертим числовую ось. Отмечаем точки 1 и 3. Причем мы должны запомнить следующее правило. Если неравенство строгое, то точка будет выколотая и скобка при этом будет круглая. Итак, отмечаем точки 1 и 3. Точки выколотые, потому что неравенство строгое. И начинаем расставлять знаки. Самое главное для нас понять, как расставляются знаки. Вот здесь х с плюсом. И тут тоже х с плюсом. Плюс на плюс дает плюс. Значит, от стрелки мы с вами поставим знак плюс. Следующий будет минус. И потом плюс. И дальше нам необходим тот промежуток, который больше нуля. То есть мы с вами штрихуем те отрезки, на которых стоит плюс. Далее нам надо выписать решение. Итак, х принадлежит от минус бесконечности до единицы в круглых скобках объединяется от трех до плюс бесконечности. Все у нас в круглых скобках. Рассмотрим еще один пример. Давайте возьмем с вами три интервала. Х плюс 9 на х плюс 1 и на х минус 11. Меньше либо равно нуля. Итак, каждую скобку мы приравниваем к нулю. Х плюс 9 равно нулю. Х плюс 1 равно нулю. И х минус 1 тоже равно нулю. Переносим числа в другую сторону с противоположным знаком. Х равняется минус 9. Х равняется минус 1. И х равен 1. Чертим числовую ось. Прежде чем записать точки, мы с вами посмотрим, какой у нас знак. И отметим, что если неравенство не строгое, точка заштрихованная, скобка квадратная. За исключением бесконечности. Бесконечность у нас с вами всегда в круглых скобках. Итак, мы с вами имеем минус 9 заштриховано, минус 1 и 1. Определяем знак, с которого мы будем идти от стрелки. Итак, первый х с плюсом, второй с плюсом, третий с плюсом. Три плюса дают плюс. Плюс, минус, плюс, минус. Идет чередование знаков. Теперь мы с вами штрихуем те интервалы, которые меньше либо равны нулю. То есть, содержащий минус. Заштриховали, и нам необходимо выписать ответ. Х принадлежит от минус бесконечности, бесконечность всегда в круглых скобках, до минус 9 квадратной, объединяется от минус 1 до 1, тоже в квадратных скобках.